С наступлением весны озеленители муниципального предприятия «Городской парк», численность которых составляет всего 10 человек, проводят необходимые работы по уходу за растениями, подготовке газонов к высадке цветов на всей территории города, в том числе в парке памяти. Две недели назад, ну полторы где-то в этом пределе, мы приходили здесь все, наводили порядок, обрезали все розы, мы раскрывали их, и сегодня приходим, думаем, посмотрим, как они себя чувствуют. Приходим, две штуки осталось, и из восьми роз две розы осталось. В прошлом году они так красиво цвели, такой красивый веночек был, а в этом году пусто. По словам Веры Колесниковой, все розы были одного оранжево-алого цвета и вместе с памятным камнем составляли гармоничную композицию. Получается, что весь труд на смарку. Вместо того, чтобы заниматься другими участками, надо снова возвращаться сюда. Это же памятный камень, как можно на этом, не знаю. Что должно быть и человека, чтобы взять? Да вообще, вообще ничего нет. Вообще, святого вообще ничего нет. Это же место кладбища. Вообще, с этого места можно что-то брать себе в дом. Работницы городского парка, конечно, не оставят это место пустым, даже если придется привезти розы со своей дачи. Кстати, так происходит достаточно часто. Например, вместо вырванного здесь же в парке памяти Самшита Вера Колесникова привезла и высадила восемь кустов собственного участка. Озеленение города – это тяжелый труд, но женщины не жалуются, а терпеливо и с любовью делают свое дело. И насколько зеленее и краше станет Азов, если все мы начнем относиться к своему городу так же, как и работники предприятия «Городской парк». Нам бывает очень обидно, что мы стараемся, потому что сейчас уже нет таких людей, чтобы переживали и старались вот именно для своего города. У нас коллектив сейчас такой, что мы очень переживаем. И когда приходишь на следующий день, ты его ухаживаешь, за ним ухаживаешь, а на следующий день приходишь, во-первых, все затоптано, во-вторых, это все может быть вырвано. Вот слезы текут, когда видишь это, и даже очень тяжело говорить за это. Просто очень обидно, что они не ценят, люди наши не ценят вот этот труд. Вместе с началом высадки цветов и кустарников начались случаи хищения. Может, на данный факт пора обратить внимание службам правопорядка, народной и казачьей дружинам? Тем более система видеонаблюдения «Безопасный город» функционирует. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.